Теремок ТВ Добрый мой сосед А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Что что фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Память Ой! А-а-а-а-ай! Ким Димыч, поосторожней Наводишь творческий беспорядок? Да, это мама сказала выбросить все ненужное А что здесь ненужное, я пока не решил Помочь? Давай Так, это сюда Это тоже сюда Эй, это же колесико от моей первой машинки Оставлю на память Ну, колпачок-то уж точно не нужен Нужен? Он от Катины ручки Тоже на память? Ага А фонарик? Он не работает Понял, понял И кубик, крепко ты его тогда склеил Ха-ха, круто ты все помнишь Как компьютер Память помогает человеку ничего не забыть В ней, как в огромной библиотеке Хранится все, что люди узнают за свою жизнь И эти запасы растут каждый день У компьютеров, планшетов и телефонов тоже есть память Только кончается она в самый неподходящий момент Но это легко исправить Ставить карту памяти, скачать лишнее на жесткий диск Или загрузить в облачное хранилище Ну все, память заполнили Вот теперь все Эй, нас с папушем из-за этого перышка чуть не выбросили Вот именно И мы в мусорке и место Это тоже память? Нет Ты целую коробку собрал? Моя коробка Что хочу, то я оставлю Смотри Смотри Отпусти Или ты мне не друг Дим Димыч, вот молодец Столько мусора собрал Нет, мам Это все мне нужно И это тоже? Может из твоей комнаты кладовку сделать? Кровать в коридор поставим Это еще почему? Потому что Место скоро здесь совсем не останется Давай ты все-таки выберешь самое ценное Ладно Все Вот и замечательно Это самое ценное Правда Уговорил Нолик Мама ушла Нолик Ты где? Хранить воспоминания помогают памятные вещи Снимки, рисунки, статуэтки, магниты Да что угодно Но когда их слишком много И они лежат в беспорядке Приятные моменты быстро улетучиваются Поэтому фото и картинки Можно отсканировать и хранить в компьютере Фигурки красиво расставить на полке И протирать их от пыли Но даже если что-то вам больше не нужно Не выкидывайте сразу Лучше придумайте, как использовать это По-новому Так даже треснутый чайник Может стать цветочным горшком А еще прежде чем купить новую вещь Хорошенько подумайте Вдруг она у вас уже есть Нолик Ты обиделся? Но Нолик Мама, стой! Нолик, живой! Я так испугался Меня опять чуть не выкинули Ну хватит дуться Я же извинился И перо сохранил На память Чтобы больше не ссориться Может все-таки выбросим А то второй раз из-за него страдаю А как же память? Такое не забудешь Ну вот я кое-что другое прихватил На память Панчик? Ага Помнишь, как ты конфет объелся? Тебе еще зуб вырывали Когда? Ха-ха-ха! А память-то у тебя дырявая! И кота Последний раз говорю Плохая затея Мам, да это просто шутка Не смешная Симка, ты зануда Сегодня же день смеха Вот увидишь, будет весело Катя, это тебе Думаешь, я не помню про первое апреля? Какое первое апреля? Хитренький Ну и что там? Лягушка? Таракан? Меня таким не напугаешь? Хи-хи-хи-хи Вы что, совсем ку-ку? Первое апреля никому не верю Я так заикой стать могу Ты чего? Мы же пошутили Смешно Ну вот, доигрались да и коты Люди дышат легкими А помогает им в этом мышце Межреберная диафрагма А не сокращается, мы вдыхаем Расслабляется, выдыхаем Путь воздуха лежит через голосовую щель И если проглотить неразжеванную пищу Выпить много воды залпом Или просто испугаться Сокращение происходит чаще А края щели быстро смыкаются Из-за этого препятствия Возникает резкий звук И начинается икота Вроде все А ты, Симка, переживала С икотой шутить нельзя Опять? Так Задержи дыхание Держи, держи Не могу Ну как? Прошла? А-а-а Тебя просто кто-то вспоминает От этого и икота Точно! А кто? Мама? Нет Папа Нет Кусачка Какая кусачка, Норик? Ну да Хамелеон? Учительница? Дед Мороз? В апреле Так, нужен другой способ Норик, ты чего молчишь? Нечего предложить? А-а-а Вот и есть Надо прыгать на одной ноге И считать вслух Что? Ха-а Рассказывай Тогда сама придумывай Ладно, надо пробовать Раз, два, три, четыре, пять А долго считать? А-а-а Я пока не придумал То есть это ты сейчас сочинил? Зато икоты больше нет Правда? Какой же ты ноличек молодец Дед Люди так обожают шутить Что даже придумали праздник День смеха В этот день дети и взрослые Разыгрывают друг друга с давних времен Например, триста лет назад Толпа горожан собралась посмотреть Уникальное представление Но когда занавес раскрылся На сцене было пусто Ну что делать? Первое апреля никому не верю А однажды по телевизору показали репортаж Об урожае макарон Которые растут на деревьях И многие поверили Вот умора Розыгрыши и шутки Это здорово Главное, чтобы они не были обидными Прежде чем пошутить Подумайте Было бы вам смешно От такого розыгрыша Я слышал, что один человек Почти сто лет икал Его тоже друзья напугали Идея! Надо съесть что-то кислое У тебя лимон есть? Класс! Вот сам и ешь его Мне-то зачем? Ты жрикаешь Да это все из-за твоих дурацких розыгрышей Я виноват, что ты шуток не понимаешь Ай! Что это? С первого апреля И ты туда же Ну хоть больше не икаешь Ой, и правда Шла Симка по шоссе И тащила винтик Ура! Ты бишь! Кажется, это заразно Спокойно Я знаю проверенный способ Энергосбережение Итак, теперь вы знаете Как важно беречь энергию Так-то лучше Урок окончен Все свободны Малик, ты куда? Мы же дежурим А я не могу У меня дела Интересно, какие? Мне надо Энергию сберегать О! Чего? Чего? Забыли, что деду сказал? Современная техника Умеет экономить энергию Для этого в планшетах, ноутбуках и телефонах Есть режим энергосбережения Он снижает яркость экрана Не дает приложениям быстро съедать заряд И устройство работает намного дольше А такие приборы, как, например, телевизор Или микроволновка Лучше вообще отключать Когда ими никто не пользуется И, конечно, уходя, гасите свет По-моему, это ноликово сберегательство Обыкновенное лентяйство Есть у меня одна идея Давай Энергосберегающий фиксик Звучит красиво Ну, я побежал? Нет, 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 ты что? Всю энергию по дороге растеряешь Ладно, тут посижу Посмотрю, как вы работаете Симка, там за вентилятором грязно И что бы мы делали без твоих ценных советов? Кир, ты не все вытер И тут тоже От болтовни тоже энергию теряешь Тяжелый? А ты на бок поставь Легче будет? Да не так Другой стороной Хорошо, что хоть кто-то из нас Бережет энергию Молодцы! Как у вас дружно получается! Теперь надо вон тот угол почистить Может, поможешь? Не-е-е, мне пока нельзя Эй, куда вы подевались? Подежурить кто за вас будет? Симка! Давай пас! Нолила! Ловлю! Эй, куда? Эм, ну я... У тебя ноличек режим Энергосберегающий В мяч Не играющий Некоторые приборы съедают столько энергии А другие молодцы! Работают так же, а электричество экономят На новой технике сейчас можно увидеть вот такую этикетку с цветной шкалой Если отмечен красный цвет, то перед тобой обжора А если зеленый, умная машина Техника класса А Экономя энергию, она бережет природу Но ты и сам можешь помочь планете Вот холодильник Закрывай его плотно И не ставь туда горячую еду Чтобы не морозил зря Не сиди часами с планшетами и телефонами Чтобы заряжать их реже Да и читать Гораздо лучше Не при электрическом А при солнечном свете Вау! Ура! Ура! Нечестно! Я тоже хочу играть! Правда? А как же твой режим? Да я уже столько энергии сберег! Вау! Лови, гейк! Фрик, лови! Ну давайте, вы чего? А вам не кажется, что нам тоже надо поберечь энергию? А мне что делать? Одному играть? Я знаю на что потратить твои накопленные силы Нолик, давай тщательнее! Там еще грязь осталась! Правее, правее! И что бы ты делал без наших ценных советов? Хе-хе-хе! Может поможете? В другой раз! Сегодня мы... Энергосберегающие фикси! Гироскутер У-ху! 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 Ты так не можешь! У тебя фикси-борда нет! Подумаешь! Мне родители гироскутер подарили! Во! Человеческий фикси-борд! Ого! А трюки на нем можно делать! Ха! Еще как! Я бы тебе показал! Только на улице дождь! Ну и что? Эх ты! Он же электрический! Гироскутер похож на скейтборд, но с большими колесами, в которых есть электромотор. Когда человек встает на платформу и наклоняется вперед, датчики шлют сигнал мотором. Можно ехать! И не только прямо, а задом наперед, а даже крутиться, пока не сядет аккумулятор. Но это не беда. Главное не кататься по лужам и сугробам. Если в корпус попадет вода, гироскутер может сломаться. Так ты дома прокатись! Нет, тут пол кривой. Хе-хе-хе! Может ты просто не умеешь? Оп! Па-бам! Ну, езжай! Не могу! А, его включить надо! Ой-ой-ой-ой! Ох! Да говорю же, это все пол! Я бы даже на самокате упал! Ага, конечно! Хе-хе-хе! Если ты такой профи, покажи как надо! Легко! Инструктор Нолик всему тебя научит! Повторяй за мной! Только шлем надень! Вот так! А-а-а-а! Ой-ей-ей! Ай! Хм... Попробуй двумя ногами запрыгнуть! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай! Ух! Хм... Давай задом наперед! Страшно! А ты глаза закрой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ах! Ах! Я же пошутил! Ах! Ах! Ох! А этот шлем тебе идет! Хе-хе-хе! С таким тренером никакой шлем не поможет! Ах так! Да это тебе! Никакой тренер не поможет! Я и сам научусь! Давай-давай! Вы чего раскричались? Просто кто-то сказал, что на гироскутере ездить умеет, но падать у него лучше получается! Мм... Вообще-то дома кататься нельзя! Это все знают, кроме вас! Но дома можно научиться держать равновесие! Давай покажу! Только защиту надень! Мы и какие-то... Девушки отдыхают 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 Хорошо, что у вас есть кто-то, кто знает все И этот кто-то ты? Да Под стеклом сенсорного экрана течет электрический ток А тело человека умеет его проводить Поэтому, когда к телефону или планшету прикасается палец, часть тока утекает Люди этого не чувствуют, потому что заряд очень слабый Но датчики, которые находятся внутри экрана, сразу шлют сигнал в мозг прибора И он понимает, что надо делать Ответить на звонок или написать сообщение Шерсти, с которой связаны перчатки, ток не пропускают А вот если перчатки будут из чего-то другого О, например, сольги Оберни ей палец Все работает Правильно, потому что фольга проводит электрический ток Но ведь из нее перчатки не делают Вот у Кати есть специальные для смартфона А у тебя есть я, который знает все И как их сделать Ой, как же вам всем все-таки со мной повезло Нарежем из сольги нитки и прошьем твои перчатки на пальцах Чтобы они могли проводить ток Точно Готово! Спасибо! Только где я теперь снегиря найду? Эх! А ты возьми фотку в интернете Скажи, что твоя Все, что попадает в интернет, кто-то создает Игры делают программисты Фильмы снимают режиссеры Книги пишут писатели А музыку композиторы Эти люди называются авторами И у них есть авторское право Это значит, что только они могут делать со своим произведением все, что захотят Когда, например, фотограф делится на свои страницы снимками Скачивать их без спроса и загружать в другое место невежливо А выдавать чужие работы за свои вообще никуда не годится Перед тем, как использовать чей-то труд Лучше всегда спросить разрешение у его создателя Ему будет приятно Я что, зря старалась? Сука! Там! Па-па-па-пам! Снегирь! Надевай перчатки, быстрее! На ту руку! А зачем мы вообще перчатки надевали? Дома-то! Так нам велела! Да! Кто знает все на свете! А, ну да! Как же нам все-таки с ней повезло! Ха-ха-ха! 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 И что теперь делать? А, найдем фото в интернете! Но обязательно напишем, чей это снимок Рентген Профессор опять с рентгеном возится О-о, смотри, смотри! Сейчас пойдет на Лизоньке тренироваться Хм, на ком бы еще испытать? А, Лизонька! Ха-ха-ха! 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 Кстати, а рентген? Это для гениев, что ли? Ха-ха-ха! Всем подойдет! Ха-ха-ха! Секрет рентгена в его лучах Они легко проникают сквозь кожу, а через скелет не проходят И на пленке отпечатывается его тень Так врач может быстро увидеть на снимке трещину или перелом И сразу наложить ипс О-о, чтобы кость рослась ровно В общем, рентген – полезная вещь Главное – не делать его слишком часто И всегда надевать защитную накидку Ага, ведь мощным лучам нет чему попадать во все вокруг А внутри мы с тобой тоже одинаковые? Давай чудакову попросим Пусть нас просветят Или просвети Ага, забыл, как мы ему колбу разбили? А он не забыл Тогда сами Поближе к камере Денис, Денис, я что у вас, подопытный кролик? Ну, ну, это же просвещение во имя науки, Лиза Во имя науки? Да Ну, ну ладно Вот и чудненько Так, садитесь вот так, отлично И спинку прямо Все, все, секунду Лиза, снимаю улыбочку Хм, у вас прекрасные гости, Лиза А что это? А, что? Шестеренка? Мне срочно нужна помощь Лиза, не преувеличивайте, никакого не срочно Я могу все объяснить Ну, и зачем ты превратился? Сам не понял Испугался, наверное Дай я попробую Снимай! Как же опустить эту камеру? Ну, ты скоро? О! Есть! То есть, нет Допрыгался, теперь он завис Лиза, это недоразумение Сбой программы, ничего не было Вы? А вы уверены? Я уверен Лиза, сейчас убедитесь Так Лиза, сидите Только прямо сидите Вот, хорошо И вот Что там? О! Оно перемещается Скорая! Скорая! Ничего не понимаю Из-за тебя мой сынок попал на Лизоньки Только нечего было превращаться Да я не хотел Само вышло А, так вот в чем дело Кто вам разрешил пугать Лизию? Ой А мы тут Эксперимент проводим Рентген ваш вот проверяем Да? И как? Никак Из-за него мы в шестеренки превращаемся Так у Фиксиков защитная реакция Вас даже рентген не просветит Или просветит Фиксиков невозможно сфотографировать Да-да, стоит намести на них фотоаппарат, смартфон или планшет Как они сразу же превращаются в винтики или шестеренки Даже такой научный механизм, как рентген, тут не исключение Ведь это не просто полезная привычка, а рефлекс Он есть у каждого из нас с рождения Хотя и не все про него знают Зато сколько любопытных маленьких Фиксиков Спаслись таким образом от знакомства с человеком И не сосчитать Хе-хе! А теперь шутки в сторону Готовы узнать тайну, что у нас внутри Здесь пламенный мотор, светлый ум и добрая душа Вот-вот, тише-тише-тише-тише Вот, ничего лишнего Да, как шестеренки мы тоже одинаковые Опять вы? Вот я вам сейчас Стойте! Они размножаются Лизонька, не волнуйтесь Вот ваши, то есть мои шестеренки Вот они Я их в рентгене забыл И у меня в руке ничего нет? Все в порядке А давайте еще разок просветим Во имя науки Интернет-магазин Раз, два, три, взяли Симка, ты лучше слева направо крути Нет, справа налево надежней Может, сами покрутите? А я посмотрю Диссертацию? Да, диссертацию защитила Евгений Евгеньевич? Нет, не поздравил Я же ему сто раз напоминала На то, на чудаков, чтобы чудить Лучше бы к нему сбегали и про Лизоньку сказали Раз, четыре, пять Мы починимся опять Ого, лучше не мешать И как быть? О, смотри, Фрик Это что, интернет-магазин? Ага Профессор, наверное, цветы хотел купить Ну, отвлекся Предлагаю закончить за него Сколько букета Выберем самый большой А это что за цифра? А, количество цветов О, да тут уже все заполнено Имя, адрес и номер какой-то карты Так Туды-дэй Через час приедет За покупками сейчас не обязательно ходить на рынок или в супермаркет Одежду, еду, технику, товары для животных Все что угодно Сегодня заказывают в интернет-магазине, не выходя из дома Все просто Надо выбрать товар, положить его в корзину и оплатить Только чур вместе со взрослыми Остается дождаться Когда покупку доставят прямо домой Главное указать правильный адрес Как пахнет! Ой, записка Чудакову Г.Е А я-то думала Эй, какому Чудакову? Это вам! От него! Сейчас исправим Ли-зань-ке Есть! Ай! Еще букет? Ой, у меня же Да эти цветы Аллергия Какой же у нас Чудаков рассеянный Тут адресат не тот Тут святы не те Сейчас исправим Имя Адрес Есть! Да что там у меня все время тренькает? В этот раз все должно сработать Молодцы! Что? Что случилось? От моего имени кто-то накупил кучу цветов Не кучу, а всего три букета Так вы не сообщили профессору? Что сообщили? Ну там Лизонька плакала А вы заняты были Мы решили помочь Что помочь? Помочь потратить мои деньги Деньги? Какие деньги? А вам цветы в интернете Бесплатно дали Так вот что это за цифры были Ну Вы же все равно хотели заказать? Да, хотел И уже это сделал А вы Вы Егеневич Вы не забыли Можно сколько угодно Тратить нарисованные деньги В настольных играх Но в интернете Будьте аккуратней На сайтах с играми или мультиками Расплачиваются настоящими деньгами Которые хранятся на карте Взрослым ее выдают в банке или на работе Карту удобно брать в кафе, кинотеатры, магазины Приложил к устройству и сумма покупки у продавца А человеку приходит сообщение Сколько денег осталось Многие пользуются картой прямо с телефона Ну а главное правило юных покупателей Хочешь что-то купить в интернете Зови старше Ведь всего один клик И деньги уже не вернуть Поздравляю с защитой и диссертацией Вы такая молодец Спасибо Ну зачем было так тратиться Для вас ничего не жалко, Лиза Да, и уход за цветами я беру на себя Поливать, удобрять Каждый день Ну не забудьте Поливать лучше справа налево Вечный двигатель Мы первые Никто к знаниям не тянется Привет, Фрик, привет, Гик Пока, Фрик, пока, Гик Ты куда? А урок? У Игрека заслуженный выходной Ах, что придумал Дворники для очок? Очков? За это отпускают с уроков? Сами что-нибудь придумайте Мы уже кое над чем работаем Тоже изобретаете? Да, покруче твоих дворников Любопытно Завтра покажете? Да без проблем А пока Извольте Идти в класс Интересно Ну, я тебе Вчера выходной дал Чтобы отдыхать А не работать Кстати А где близнецы Со своим изобретением? Я тут Один А Гик скоро придет Но не будем ждать Наш вечный двигатель Представлю я Перпетум модуле Чего? Показывай, показывай Готовы? Та-дам! Ну, я домой Но вечных двигателей Не существует Представьте Как было бы здорово Иметь вечный двигатель Один раз Запустил такую машину И она бесконечно Переносит грузы Пускает воду по трубам Дает тепло и свет Все это без остановки Зарядки Или заправки Ученые веками Пытались создать Такой механизм Но пока Ни одна попытка Не увенчалась успехом Ведь сама идея Вечного двигателя Противоречит законам физики Опять ты умничаешь Но работает же Надо разобраться Чего разбираться-то? И вообще Мы обещали Мы сделали Оставайся изучать А мы на урок Да он же без меня Все сломает И тебе оставайся Так, это я проверил Не устал? Мы уже часто торчим Вы его к розетке подключили Где провод? Тебе надо, ты ищи А, где-то потайная Подача воздуха Или колесо само Крутится Понимаешь? Само Бесполезно Может, хватит, а? Устанавливается А-а-а, показалось! Всё, проверка окончена Это странно, но вы правда изобрели вечный двигатель Ух, дошло наконец Давай, дом бы к профессору А я домой Что так долго? Я чуть не умер Сам покрути Расслабься, выходной наш Гиг, а ты долго продержался Многие изобретатели хотят создать что-то гениальное И прославиться на весь мир Только не у всех получается С давних пор ходили легенды о философском камне Который превращает любой металл в золото Алхимики почём зря мешали всякую всячину, лишь бы добыть его А в древнем Китае император жаждал получить эликсир бессмертия Ведь человек, выпивший его, обретёт вечную жизнь Сколько шарлатанов пришло к царю, чтобы объявить Я нашёл уникальный рецепт с надобием Но мы-то с вами знаем, что такого рецепта не существует А настоящий учёный живёт не ради славы, а ради науки Вот как это работает! Умно! Всё-таки придётся вам дать выходной Мне уже больничный нужен А эликсир вечной молодости вы тоже можете сделать Два выходных, и он у вас в кармане Автопилот Налево, направо, вперёд Фрид, и давно ты разговариваешь с фиксибордом? Хе-хе! Зря смеёшься! Вот сейчас автопилот настроил, и он меня будет сам возить Я ему говорю, а он едет Автопилоту не нужно говорить, куда ехать Вы когда-нибудь видели, чтобы самолёт летел без пилота? Поезд ехал без машиниста, а автомобиль без водителя? Такое бывает! Иногда машину ведёт специальная программа Автопилот! Захотел человек отдохнуть? Включил автопилот, и транспорт едет сам Но только по курсу, который задал водитель Это помогает и сэкономить силы, и не сбиться с пути Если дорога длинная Зря старался! Я и без тебя знал! Просто забыл! Ага! Думаешь, самый умный, да? Умнее тебя! А! А у меня голова больше! Проверим? Давай! Хе! Мелковато! Дай-ка я! А так! Ты мерить не умеешь! Ты тоже! Во! Сейчас точно измерим! Так тоже не пойдёт! Ох! Будем мериться колпачками Чья голова внутрь не пролезет, тот и умнее Я первый об этом подумал! А я первый сделаю! А вот и нет! Ха-ха-ха-ха! Оп! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Сам попробуй! Надо что-то поменьше Видал? Как влитой! Ты точно утонешь! Не-не-не! Тяни! Там полно места! Дальше не пролезает! Ха-ха! Победа! Не считается! Ты тоже перемеривай! Ай-ть! Ай-ть! Ладно, дурака валять! Всё равно проиграл! Правда! Э-э-э! Не снимается! Помогай! Ай-э-э! А если открутить? Умно! Ещё идеи есть? Э-э-э! Пилой разрезать! Это всё, что придумала твоя большая голова? Э-э-э! Бежим за помощью! К Басе! Здорово! Как я побегу? Раз тебе не нравятся мои идеи, думай сам! Отлично! Я по памяти доберусь! Она тоже как автопилот работает! Эй, не туда! Что-то твой автопилот хромает! Тогда ты будешь моим автопилотом! Вперёд! Современные машины стали очень самостоятельными! И речь не только про самолёты с автопилотом! На фабриках и в магазинах наравне с людьми уже давно работают опыты! Сложнейшие аппараты в одиночку летают в гост и исследуют другие планеты! А некоторые из них рисуют, сочиняют стеси и даже могут сами освоить музыкальный инструмент! Получается, скоро умные машины везде заменят людей? Это вряд ли! Ведь даже у очень продвинутых роботов нет самого главного! Воображения! Как и умение чувствовать, размышлять и мечтать! Это доступно только людям и не поддаётся программированию! Давай, давай! Ещё чуть-чуть! Вот уж не думал, что быть автопилотом так тяжело! Где же Бася? Я тут! Гик, зачем ты нацепил это на голову? Мы поспорили, кто из нас умнее! Я выиграл! Засунуть голову туда? Умно! Очень умно! Вот и я даже не понимаю. Как тебе это удалось? Ластик Ну, Олик, ты уроки выучил? Ага И что не пропускает электричество? Э-э-э, электрик? Ха-ха-ха-ха Может быть, меня не спросят? Может, нам за тебя кулачки держать? Эх, был бы у меня талисман, который защищает от двоек Уроки надо учить, а не верить в чудеса Зимка, погоди, у меня как раз и есть такой талисман Это же ластик Непростой, я с ним пятерку получил Дима Ильич, дай мне его на денечек Ну, не знаю Ладно, только аккуратно Эх, тяжелый Наверное, в нем удачи много Некоторые люди считают, что талисманы приносят удачу И защищают от проблем Это могут быть самые обычные вещи Кукла, подвеска или даже простая ручка А кто-то верит в магические свойства камней, перышек или звериных клыков В древности даже горстку песка называли талисманом Перед отправкой в путь путешественники засыпали его в карман Чтобы обязательно вернуться домой Да, рассказы о волшебной силе предметов звучат красиво Правда, пока ученые не нашли подтверждения ни одному из них Поэтому не стоит забывать В решении проблем помогают не талисманы А только твоя голова Нолик, опаздываешь? Хе-хе-хе А ластик зачем принес? Итак, к доске пойдет... А мне поможет курить Симка Скажи-ка, что это? Это электрическая цепь Верно А кто ответит? Работает Почему горит лампочка? Хочешь тоже? Игрек, почему горит лампочка? Э-э, топ бежит по проводам И раскаляет спираль лампочки Совпадение А мне можно? Давай, на всех хватит Повторяй домашку Лолик, да что с тобой сегодня? Третий раз спрашиваю Что не пропускает электричество? Сейчас, сейчас Ха-ха-ха Ждет, когда ему талисман подскажет А-а-а, вот оно что И как? Никак Всем помог, а мне? Хе-хе Он тебе как раз подсказывает Из чего он сделал Из ластика А ластика с чего? У нас урок Не резиновый Резина? Стирательную резинку или ластик Делают из резины А резину из каучука Смолы деревьев Растущих в жарких странах Сейчас, правда, чаще на фабриках делают Искусственную резину Ее перемешивают с красителями И серой Которая помогает каучуку затвердеть А потом нагревает Остывшую пластинку режут на кусочки И получаются ластики Кстати, первые ластики Вообще были не резиновые А из хлеба Резина не пропускает электричество? Ну, конечно Докажешь? Работает! То есть не работает! Молодец, Молли Ну как, помог талисман? Помог! Да ладно! Я же пошутил! Это простой ластик Не простой! Я с ним пятерку получил! Но лучше я сам буду уроки учить Точно? А то, может, у Дим Димыча Еще какой-нибудь талисман завалялся! Хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Димыча Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова